Я часто называл норманистов Шуллера. В последнее время я серьезно пересмотрел свой опыт. Я чувствую, что я должен извиниться перед Шулером. Потому что Шулер имеет к своему клиенту уважение хотя бы на то уровне, что он боится, что его разоблачают в каких-то целях. А вот предположим, если перед нами сидит человек, берет маркер, перерисовывает на ваших глазах маркером шестерки несколько значений, говорит, что у меня десятка. Вот это примерно тот уровень, на котором ведется дискуссия. Но это все очень грустно на самом деле. Грустно, приятно об этом говорить. В современной ситуации, когда с одной стороны имеются товарищи, которые вставлялись сюда 16 тысяч лет назад со звезды Альона, с другой стороны имеются товарищи, у которых славян в принципе уже доходит до утверждения, что славян не было. Русские – это славянизированные финно-угры, белорусы – славянизированные балты, украинцы – славянизированные, кем славянизированные? Пришли норманны, амедититы балтов, тюрков и финнов, и получилось государственное, говорящие на славянском языке. Причем, ладно, это еще, такие теории можно было сказать, 19-го, когда у нас кроме летописи, кроме славянских книг, ничего об древней Руси не было известно. Но у нас сейчас в одном Новгороде больше тысячи белестяных граммов. на финском – одна, и за две тысячи. А еще одна на немецком – еще одна на Латыни. То есть, и тем не менее, ну, финны, чудесно же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok